Пусть и натянуть получается, что на 20-е число ты получаешь то ли от Газпрома, то ли от Кучургана извещение, что мы вас перекрываем, если не платите, понимаете? Потому что не государство является основным потребителем, мы являемся потребителем, то есть если не соберет Молдава Газ деньги, мы останемся без газа. То есть отодвигать государство не может. Другое дело, что государство может, как я уже сказал, на корню этот вопрос решить, посмотреть откуда у нас начинается цепочка инфляции от входа газа в Республику Молдова. Там тариф повысился со 150, не тариф, а стоимость 150 до 450. Вот там надо было эту разницу покрыть и дальше бы у нас не было ни роста гигакалории, ни роста там электроэнергии, ни тем более природного газа внутри страны. Но это надо было. Я понимаю, и сейчас не поздно. Но если сейчас, допустим, вы, будучи премьер-министром, какие сейчас меры можно предпринять в этой ситуации? Математика простая. Вот, допустим, декабрь уже прошел, ну, проходит, да. На следующие месяцы, январь, февраль, март, у нас будет рассот где-то 450 миллионов кубов. 450 миллионов кубов. Взять разницу в стоимости покупки этого газа, это получится где-то 120 миллионов долларов, которые Молдова Газ вынуждена больше платить, чем платила прошлую зиму, да. Вот эти 120 миллионов долларов надо покрыть на входе и тогда, и, конечно, снизить уже эти тарифы, которые уже не будут соответствовать действительности. И тогда у нас этот прессинг инфляционный, да, он просто снизится, да, он уйдет, да. Вот как надо делать. Потому что в конечном итоге эти деньги все равно будут потрачены. Я уже говорил вам, миллиард 700 заплатили, миллиард 600 еще заплатят за эти компенсации, практически выйдем к той же сумме. Вот как надо делать. То есть время еще есть. Я надеюсь, что они поймут сейчас, когда увидят, что Молдова Газ не может собирать деньги, поймут свою ошибку и до конца года, до новогодней ночи примут решение. Не может собирать деньги, иметь в виду, что люди просто не смогут оплачивать счета. Понимаете, если бы вырос бы только тариф на газ, еще можно подумать, что он там, люди как-то, ну там ведь все цены на все выросли, а еще вырастут, понимаете. Поэтому тот бюджет, он и так был очень скудный у человека. Как он будет покрывать все это? Потому что зима, сейчас еще так, более-менее мягкая погода, но если будет очень холодно, ведь не перекроешь газ, не перекроешь отопление, да.